Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово сегодня, хочу прочитать из Деяния апостолов 1 глава 8 стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Под Дух Святой, когда сойдет, так Иисус говорил. Он сказал, хорошо, что я уйду, я уйду, но придет Дух Святой, Он вас проведет по всякой исти, Он научит вас всему, Он будет с вами, Он будет вас утешать. А здесь Он сказал, вы примете силу Духа Святого, и после нее станете свидетелями по всему миру. И это так важно, то есть из этого Духа Святого, когда Он в нас, у нас появляется сила, Его воздействие на очень сильное. И вот я хочу прочитать, как в послании официанам, потом Павел скажет 4 главе 25 по 30 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте. Солнце-то не зайдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу, кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово-то не исходит из уст ваших, только доброе для назидания вере, «Дабы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены на день искупления». То есть Духа приняли, приняли силу Духа. Так Иисус сказал, так это было в день Пятидесятницы. И вот теперь с этим Духом Святым надо жить. Он наставляет, Он ведет, Он объясняет и скажем все те, что делать. А если Его не слушают люди, то Он оскорбляется. Если Он говорит к людям, а они не воспринимают Его, то Он оскорбляется. Поэтому сказано в Тридцатом стихом, здесь не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Вы запечатлены им. Он живет в вас. Он говорит вам. И так внимательно нужно быть к Нему. Отвернув шоц, говорите истину каждой близьему своему. Потому что мы члены друг к другу. Мне вчера так дорого было, у нас было тоже такое обучение. И мы разговаривали. Потом одна сестренка говорит, помолитесь за меня. Я вот так печалюсь, когда что-нибудь про меня скажут такое нехорошее. Я вот не могу это перенести. Я хочу, чтобы Господь мне дал силу духа, и я могла перебарывать. И не терять хорошего, доброго настроения. Мы молились. Это так важно признаваться. Потому что ложь, когда мы не признаемся, когда нам некому сказать, когда мы сами себе не признаемся в том, что мы от каждой обиды теряем мир Божий. Или когда мы, так сказать, делаем не то, что в нашем Господь говорит нам в сердце. Гневаясь, не согрешайте. Солнце не изойдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу. Гневаясь, не согрешайте. Опять-таки здесь ты поставишь себе, так сказать, Господь, помоги мне, чтобы я не согрешил. Даже если я разгневался. А если я разгневался, то пока солнце зайдет, у меня есть время поправить свой поступок. Работай. Работай для чего? Для того, чтобы другим можно было помогать. И чтобы слова наши были взвешены, какие слова мы говорим. И чтобы наши слова доставляли людям, которые нас слушают, благословение. Поэтому такое слово не оскорбляйте Духа Святого. Прямо жестко. По-немецки сказано немножко по-другому. Не печайте Духа Святого. Я искал, но почему на по-русски вот так прямо не оскорбляйте. Он оскорбляется, когда мы не внимаем тому, что о нам говорит. Так же касало никийцам, в первом послании 5 глава 16, 9 стих сказано следующее. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте. В данном случае не оскорбляйте, как бы помягче. Не угошайте. Вот Дух Он поднимает, Он дает тебе энергию, дает тебе силу что-то сказать, а ты молтишь. Он тебе говорит помолись за кого-то. Ты опять поугашаешь Его, забываешь, не внимаешь к Нему. Он в тебе поднимается, ты Его угошаешь. Не угошайте, чтобы Он дальше мог работать. Чтобы мы могли быть такими, как Бог нас задумал. И об этом Он говорит Галатам 5 глава 22 по 23 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот что значит, когда в человеке работает Дух Божий. Вот так Он его меняет. Он на все обращает внимание, что Господь говорит Ему через Духа Святого. Что открывает в любом слове, говорю ли я правду, работаю ли я честно. Как я все делаю каждый день, гневаюсь, не гневаюсь, какие слова. Семья выходит, Дух Святой тебя воспитывает. Он говорит, не говори так по-другому. Становись лучше, становись таким, как я тебя задумал, еще в утробе матери. Это так здорово. Поэтому, если мы приняли Духа Святого, то нам надо, чтобы Он нами и руководил. Давать Ему, чтобы Он руководил нами. Не оскорблять Его и не угошать. Чтобы Он работать и хотел с нами работать. Дай Бог нам вот такое внимательное и внимательное отношение к тому, что говорит нам Дух Святой. А Он говорит. И Он говорит в твоей жизни и в моей жизни. Прислушайтесь. И вы заметите, как это хорошо, когда ты слушаешься Его и выполняешь, что Он говорит. Он будет нас больше давать, нам, и мы сможем быть полезными для всех людей вокруг нас. Да будет имя Его прославлено. Аминь.